Привет, ребятки! Меня зовут Рисман, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, и мы сейчас находимся на моей ферме пшеницы, и дело в том, что она нам сегодня пригодится. Точнее, не сама пшеница, а её семена. Дело в том, что сегодня мы с вами будем находиться внутри курицы в Майнкрафте, и будем изучать её с вами анатомию и мобобиологию. А перед началом этого видео хочу тебя попросить, чтобы ты мне помог спасти эту маленькую овечку, которая попалась в ловушку Гриффера. Чтобы её спасти, ты должен поставить это видео на паузу и за 3 секунды подписаться на мой канал, нажать клавишу колокольчика и также поставить лайк на это видео. Так, надеюсь, ты всё правильно сделал, и теперь я смогу спасти овечку. Так, надеюсь, этот рычаг нажмётся. Да, отлично, мы спасли с тобой овечку. Спасибо тебе большое, дорогой друг. Вот, ну что ж, для начала нам нужно собрать как можно больше семян, мы их сажать обратно не будем, мы просто-напросто соберём семена. Конечно, у нас останется ещё и пшениц, которую мы с вами сможем использовать в качестве еды, я не знаю. Ну, в общем-то, столько семян нам хватит. И давайте-ка для начала поговорим, в общем-то, что за такой моб-курица. Он достаточно давно появился в Майнкрафте, уже ещё с давних времён, ещё с версией, в которой вы даже ещё и не играли. В общем-то, мы с вами сейчас спустились в мою секретную лабораторию, и если кто-то хочет тоже в неё попасть, обязательно заходи на мой сервер. Вот, и в общем-то, это дружелюбный моб, который не умеет летать, он достаточно туповат, но знаете в чём дело? У него есть одна такая маленькая особенность. Многие замечали, что она как будто следит за враждебными мобами, она постоянно движется в их сторону и так далее, и так далее. Короче, какая-то связь у неё есть. Ну, неспроста она появляется под враждебным маленьким зомби или под враждебным свинозомби. Вот, ну такое тоже у нас бывает спауниться. И также они ещё у нас, помимо того, что дают нам еду, например, мясо, они нам дают также перья, которые мы можем использовать для создания стрел, и, конечно же, яйца, которые мы можем использовать для приготовления вкусной пищи. Не обычную жареную курицу, а что-нибудь, какое-нибудь гастрономическое изысканное удовольствие получить от этого. В общем-то, приготовить тортик, 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 да? Тортик же в Майнкрафте. Тортик, либо пирог. Вот, и для этого, конечно же, используются яйца. Так, сегодня мы с вами будем проникать внутрь курицы. Для этого нам понадобится обязательно зелье ночного зрения, которое у меня, кстати, по-моему, уже... А, нет, у меня его уже нету. Так, нам нужно зелье ночного зрения взять, алмазную кирку, она нам тоже пригодится, алмазный меч, верстак и, конечно же, лесенки, которые нам пригодятся для путешествия по этой самой курице. Так, ну что ж, давайте войдем в эту секретную лабораторию. Наша курица нас уже ждет и нам теперь в нее нужно просто-напросто запрыгнуть. Для начала мы, наверное, с вами... А, нет, ладно, фиг с ним. Давайте прыгаем внутрь курицы и мы с вами оказались внутри нее. В общем-то, здесь достаточно темно, но мы это сейчас дело быстренько исправим нашим замечательным зельем ночного зрения. Мы его с вами выпьем. Отлично! И теперь я здесь все прекрасно вижу. И также, ребята, не забудьте написать в комментариях, стоит ли мне снимать видео с веб-камерой. Слушайте, я вот тут наконец-то контактные линзы заказал и теперь смогу снимать с вебкой снова. Вот, напишите об этом в комментариях, как вы к этому относитесь. В общем-то, мы появились с вами внутри курицы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим скелет курицы. Он у нас имеется, вот такой вот скелет. И также какие-то странные блоки, которые напоминают нам куриное мясо. А вы не ошиблись, это и есть куриное мясо. Это блок куриного мяса, который мы с вами можем разбить и получить с него курицу. Давайте мы это сделаем. Как видите, мы разбиваем, нам выпадает блок и еще одна курятинка. Вот таким вот образом. Вот, блок курицы. Но это уже пустой блок курицы, он нам уже не понадобится. Поэтому мы с вами просто можем забирать себе курятину. Мы ее, в принципе, можем всю здесь собрать. И истинные игроки и фанаты Майнкрафта знают, что сырую курятину есть нельзя. Дело в том, что ей можно отравиться и получить еще больше голод, чем был. Поэтому советую вам всегда проводить термическую обработку курятины в Майнкрафте, чтобы ни в коем случае не отравиться. Вот, это у нас такие вот блоки курятины. То есть изнутри курицы мы с вами можем добыть ее достаточно много. То есть, смотрите, мы уже больше 16 штук добыли. И все это дело мы с вами можем скушать. Вот, но мы это делать не будем. Мы с вами это потом оставим ее. И я потом ее сам пережарю и покушаю. Так, в общем-то, это у нас такая вот курятина. Также, помимо всего этого, здесь есть вот такие вот блоки серой шерсти. Казалось бы, что это самая обычная шерсть. Но, если мы сломаем такой блок, который мне выпал. Да, отлично выпал. Вот, написано вроде светло-серая шерсть. Но, если мы с вами установим верстак и положим ее внутрь, посерединочке, мы с вами получаем 9 перьев. То есть, это у нас блоки перьев, на самом деле. Это не просто шерстяные блоки. Это блоки перьев. Реально, блоки перьев, из которых вы можете их добывать. То есть, помимо мяса курицы, мы с вами изнутри курицы можем добыть даже ее перья. Но, их тут, на самом деле, очень немного. Ну, как они тут сконцентрированы, конечно. Но, они в основном в крыльях. В крыльях мы с вами не пролезем. Они у нас уж слишком плоские и узкие. Так, отлично. Как видите, мы с вами уже собрали, блин, я не знаю, почти полстака курятины. И почти стак просто перьев. Самых обычных перьев. Которые мы можем использовать для крафта уже каких-нибудь других нужных вещей. Ну, это, скорее всего, у нас будет, конечно, стрел. Я не знаю, что еще особо из перьев можно скрафтить в Майнкрафте. Ну, а теперь точно полстака курятины мы с вами скрафтили. Также, помимо всего этого, мы сейчас с вами это затестим. Так, музыка и звуки. Ага, сделаем погромче звук. Изучим, как же курица несет яйца. Я это сейчас, к сожалению, не увижу. Но яйца будут появляться. Дело в том, что курица несет яйца с периодичностью 5-10 минут, когда она гест траву. Но мы с вами изнутри ее можем насильно накормить. У нас как раз для этого есть семена пшеницы. Я сейчас ради вас даже надену наушнички на голову, чтобы слышать, когда курочка снесет яичко. Курочка по зернушку клюет. Так, и поехали. Так. И мы слышим, как у нас издается звук яйца. Вот, слышали, да? Курочка снесла яичко. Так, еще разочек. Оп. И еще разочек. То есть, вот таким образом она у нас снесет яйца. И она их уже штуки 4 у нас точно снесла. Но мы их сейчас с вами не достанем. И они, скорее всего, очень быстро исчезнут. Потому что в моем регионе, возле моего дома, лут быстро исчезает. Чтобы ни в коем случае у меня не лагало. Так, ну что ж. Давайте мы теперь с вами заберемся в местечко чуть-чуть интереснее. Мы с вами сегодня не будем окунаться в сознание курицы. Потому что его как такового нет. Оно пустое. Там просто белая пелена. Там не происходит ничего. Потому что курица, помимо того, что самый дружелюбный моб в Майнкрафте, так он еще и самый тупой. Вот. Ну, вы это прекрасно знаете. Когда вы ее бьете, она просто начинает беспорядочно бегать. Не от вас убегать, а просто бегать из стороны в сторону. Так. Что мы с вами сделаем? Мы с вами возьмем лесенку. Поставим ее вот сюда. Так. И нам нужно, кстати, еще кое-что сделать. Нам нужно скрафтить будет таблички. Которыми мы будем с вами... Ох, тут где-то что-то сдохло рядом. Так. Мы с вами скрафтим себе таблички. Отлично. Они нам пригодятся для того, чтобы подписывать. Подписывать куриные нервы. Так. Ну что ж. Мы с вами забрались. Теперь нам нужно забраться еще выше. Так. Тут у нас находится мозг курицы и ее клюв. Давайте мы это рассмотрим поближе немножечко. Так. Сейчас заберемся повыше. Отлично. Отлично. Оп. И вот здесь вот еще одну лесенку поставим. Нам как раз охватило всего. Да. Отлично. Это у нас мозг курицы. Это ее голова, собственно, все. Блин, упал. И это клюв курицы, в который мы тоже с вами можем забраться. Но тут, в принципе, ничего нет. В общем-то, отсюда наклюют зернышки. И они вот через этот мозг вот так вот снизу проходят, проходят, проходят и падают вот сюда. И что происходит? А у нас происходит яичко. Да. Ну, оно, по идее, должно было произойти. Но что-то оно, по-моему, не произошло. Либо я нахожусь слишком далеко от того, чтобы это слышать. Так же у нас тут есть две кнопочки. Одна кнопочка, это у нас кнопочка. Что же за кнопочка такая? Давайте на нее нажмем. Это у нас куриная боль. Когда вы бьете курицу, она сдает именно такой звук. Поэтому мы ее так и подпишем. Мы же изучаем с вами моббиологию. Значит, это у нас ростовый нерв, который отвечает за боль. Напишем куриная... Нет, просто боль напишем. Я хотел куриная боль написать. Напишем просто боль. Так, что у нас... А, черт, я упал. Блин, мне нужно перепрыгнуть на ту сторону. Ну, давай, давай, давай. Ёлки-палки, опять не перепрыгнул. А, черт. Надо, знаете, что сделать? Вот так вот просто. Короче. Вот так и все. Так, это у нас вторая кнопочка, которая у нас отвечает за какой звук. Мне прямо интересно. Так. Это у нас ambient. Это ambient. Это звуки, которые курица издает просто так. Без смысла. Просто потому, что она есть. Она издает такие звуки. Я не знаю, зачем мне эти звуки постоянно приходят. Какие-то другие еще звуки. Слышали, да? Летучие мыши. Но ничего страшного. Это никак не относится к нашей курочке. Так. Давайте мы подпишем этот звук как ambient. Ambient. Все. Отлично. Мы с вами звуки подписали. Я постараюсь сейчас, наверное, сделать еще громче звуки. Так. Максимально. И давайте попробуем послушать. Так. Это ambient. А это звук боли. Отлично. Давайте теперь спустимся вниз обратно. И попробуем услышать, как у нас яичко вылупляется. Оп. Ну, не вылупляется, несется. Оп. И снеслось яичко. Вот такой вот у нас происходит звук. Ну, что ж, дорогие друзья. В принципе, мы с вами закончили. Потому что у нас и заканчивается ночное зрение. Да и вдобавок все. В принципе, на курице у нас все закончилось. Вы также не забывайте писать в комментарии, в какого моба мне отправиться в следующем видео. Так. А мы с вами выбегаем из нашей курицы через ее заднее отверстие. Оказываемся заново в нашей лаборатории. Нужно сделать звук потише. Потому что орет. Что-то прям вообще орет. Я не могу, когда Майнкрафт так орет. Вот. Выбежали через заднее отверстие курицы. И вернулись обратно в нашу лабораторию. Но уже с нашей замечательной курятиной, которую мы с вами можем сожрать. Я сейчас попробую, конечно, сожрать сыру. Если я не отравлюсь, то с вас... Так. Ну все. С вас лайк, раз я отравился. Ну а на этом все. С вами был я, Рисман. Всем удачи. И всем пока-пока.